Здравствуйте, коллеги! Смотрите еще один пример цветоделения для шелкографии из моего бесплатного обучающего цикла. Список всех видео по подготовке пленок можно найти на моем сайте, адрес на экране или на моем YouTube-канале. Если после просмотра моих видео вы все-таки не справились со своими файлами или у вас не получается качественное цветоделение, то пишите мне на WhatsApp или Telegram. Телефон внизу. Ваш Александр Федяев. Я хочу показать работу с растровым файлом. Вот это вот альфа-код. Его нужно печатать. Вот надо исходник растровый. Ну, соответственно, векторный здесь невозможен. Растровый код, судя по всему, отрендеренный в какой-то 3D-программе. Ну вот подумать о том, надо сначала, как его печатать. Ну, здесь явно в основном красный, прилично желтого цвета есть. Вот. И черный. Циана здесь нету. Печатать это полноцветом в 4 краски смысла нету. Сейчас этот файл в RGB. Вот видно, что у него каналы RGB. Ну, попробуем его перевести в CMYK. В CMYK и убрать лишнее. Я каждый раз, когда делаю какой-то новый файл, точно даже не знаю, как он получится, да, как делать. Да, сейчас по ходу дела будем с ним решать. Делаем, соответственно, в фотошопе. Вариантов нету. Для начала посмотрим Color Setting. Что у нас в Color Setting? Custom CMYK. Вот здесь вот важный момент, чтобы Black Generation стоял максимум. Если Black Generation стоит там какой-нибудь медиум, то фотошоп будет достаточно много лить всех красок, а черного мало. Вот. Но всех красок, это говорит о том, что он туда вместо черного будет лить циан. Вот. Этого бы не хотелось, поэтому лучше, когда стоит максимум. Вот. Максимум тогда он будет давать, конкретно для этой картинки, да, тогда он будет давать много черного, а циана практически не будет. Вот. Ну, давайте переведем его в CMYK, посмотрим, что получится. Ну, картинка стала, конечно, немножко похуже. Вот. Но вот здесь вот мы видим как раз... Давайте, если мы сделаем сейчас побольше... Если мы сделаем картинки нам побольше, Panel Options поставим большие. Вот. Ну, увидим, что циана у нас здесь практически нету. Да. Циановый канал вообще пустой. Вообще пустой. Можно его смело удалять. Вот. И работать в три краски. Magento, Yellow и Black. Но я бы хотел вместо Magento печатать прямо красный. Да. Давайте попробуем. Magento переделаем сразу в красный, в чисто красный. Вот. А желтого, может быть, сделаем поменьше. Нам столько желтого... О, смотрите, кстати, красный и черный классно смотрятся вместе. Вот. Но надо нам... Надо нам убрать будет... Убрать желтый там, где много красного. Как это сделать? Как это сделать? Смотрите, у нас... Мы можем выделить... Выделить там, где много красного. Просто я нажимаю Ctrl и тыкаю вот в этот вот красный канал. И теперь я в желтом канале могу в этом месте уменьшить количество желтого. Да? Я просто вызываю левелсы и количество желтого убираю. Так. Смотрим. Сейчас я скрою вот это вот выделение. Оно есть, оно просто скрыто. И давайте еще раз желтого уберем. Еще в этом месте. Вот уже его стало меньше. Сейчас еще уберем его отсюда. Вот так вот. Смотрите. Вот уже стало... Стало получше. Так. От черного... Так. Снимаю выделение. Селект говорю. Деселект. Так. От черного наоборот. Наоборот. Я думаю, что надо добавить. Ага. Смотрите. Я добавляю черного. То есть в тех местах, в тех местах, где темные участки, я его добавляю. Вот. Вот это вот. Вот это вот пик. Это очевидно ушки. Ушки и носик. Добавил немножко. А в светлых участках, наоборот, черного можно убавить. Вот этот вот светлый пик, он там нам не нужен. Вот середину посмотреть, как лучше. Ну, не знаю. Вот так вот, наверное. Вот так вот. Так. И желтого надо добавить. Вот на медали нужно больше желтого. Поэтому сейчас мы попробуем просто желтого вот так вот. вот так вот добавить. А в том месте, где красное у нас опять, желтого убавлю. Он там не нужен. Вот уже... Уже, в принципе, лучше смотрится. Красный, кстати, можно быть... Может быть, красную краску взять потемнее немножко. Потемнее. И, может быть, ее взять чуть более... Чуть более малиновую. Не совсем красную, а чуть более вот такую вот. Интересно, если желтый вот кроме медали и вот этого вообще убрать? Ну-ка, давайте вот посмотрим, что будет. Смотрите, что я могу сделать. Я могу сделать дупликат красного канала. Дупликат канал. Так. Вот этот канал и вот этот вот канал сделать его, чтобы он был либо совсем черный, либо совсем белый. Вот так вот. Так. И это у меня будет как выделение я буду использовать. Так. Вот эта часть и теперь в желтом я вот это вообще уберу. Вообще вот так вот сделаю. Окей. Вот так я убрал практически весь желтый. Ну-ка посмотрим, что у нас получилось. Не знаю, хуже стало или лучше. Не понимаю, где у меня history. Сейчас history посмотрим. нет, по-моему, хуже стало. Не надо желтый убирать. Он немножко так подкрашивает. Наверное, желтый не надо убирать. Не надо. Не надо убирать желтый. Пускай он немножко там остается. Вообще, у меня есть такое правило. Я его сам для себя вывел. Каждый канал должен нормально смотреться. Да, то есть вот отдельно каждый канал должен смотреться нормально. Можно вот, кстати, с красного немножко убрать вот в этом вот месте. Не знаю. Нет, так плохо, наверное, будет. Нет, плохо так будет. Мне не нравится. У меня такое правило, что каждый канал должен сам по себе нормально смотреться. Вот. Вот я могу немножко убрать вот так, чтобы медаль была более белая. Так. Тогда она будет... Ну что, вот так вот, в принципе, нормально. Хотя, может быть и... Нет, не надо. Пускай там красный немножко остается. Он подкрашивает медаль. Медаль получается чуть более такая розовая. более... более... более теплая. Более теплая, когда там немножко красный остается. в принципе, в принципе, вот. Может быть, черный надо, кстати, вот что. Надо черный посмотреть. Может быть, не надо нам... Не, ну так много черного уже, если я добавляю. Если убавляю, он, наоборот, светлый получается. В принципе... Нет, черный не буду трогать. Он... Он хороший. Ну вот тогда получается, в принципе, вот я не... Как бы... Тут нормально. Нормально, нечего больше делать. Кресты надо поставить. Да? Смотрите, во всех каналах нужно поставить кресты, подписать сепарации каждый... Каждый канал какого цвета. Сейчас мы немножко увеличим... Увеличим картинку, чтобы было место, куда кресты воткнуть. Так. Как нам сделать кресты? Я зачастую это делаю с помощью... Так. А кстати... Кстати, размер... Размер картинки-то... Размер картинки. Размер картинки. Давайте ее сейчас уменьшим. Посмотрим, сколько у нас код. Размер картинки. Image Size. 150... 140 на 160 миллиметров, да? Ну, если, допустим, для шаров, если печатать на шарах, даже можно чуть меньше делать картинку. Но в любом случае она должна быть в 300 ДПИ. Давайте, значит, по высоте картинка должна быть 120 миллиметров, а разрешение должно быть 300. Так вот. теперь, соответственно, мы делаем... Увеличиваем размер. Ставим кресты. Сюда один крест, сюда другой. Вы помните, что я всегда... Я всегда кресты ставлю по вертикальной оси. Два креста я всегда ставлю. Как поставить кресты? Я сделаю путь. Сейчас. Сделаю путь. Кривая так. Делаю путь. Теперь стрелка, где у меня... скопировать. Так, теперь вот эти вот... вот эти кресты, их надо поставить по центру. вот так вот мы поставим по центру. И теперь нам нужно во всех каналах это прорисовать. Прорисовать кресты можно таким образом. Я беру карандаш, именно карандаш, чтобы у него края были не размыты. размер ставлю ну, 4 пиксела. Этого достаточно будет. 4 пиксела. Ставлю черный цвет. И карандашом... Так, надо пути открыть. Путь сохраняю, чтобы он не пропал. Так. И карандашом прорисовываю этот путь. То есть, вот у меня выбран сейчас карандаш, выбран черный цвет. Я говорю прорисовать. Так. Вот он мне сейчас на черном канале прорисовал. Так. Теперь на желтом канале прорисовать. И теперь на малиновом канале прорисовать. Все, я путь выключаю. Сейчас проверяем, смотрите. Проверяем, на желтом канале прорисовано, на малиновом канале прорисовано. Так. Теперь обязательно подписываем сепарации, я это обычно делаю таким образом, я беру вот это вот выделение с текстом, очень большой, 50 это много, 10 пунктов, и пишу. Значит у меня получается red, yellow и black. Вот у меня это выделение. И теперь я прорисовываю в каждом канале, я беру этот же карандаш, только побольше там, не знаю. 70 пикселов, так. Увеличу немножко сейчас. Прорисовал красный, желтый и черный. Пленки подписал, кресты у меня есть. Ну все, в принципе, давайте сохраним этот файл. Значит этот файл по каналам, его можно сохранять только в виде фотошопа. Альфа-код 3, ну это будет у меня так, PSD, 3C, 3Color, 3Color PSD. Вот, сохранился. Вот, и теперь мне его нужно отрастрировать, да, потому что у меня все три канала будут растровые. Чтобы отрастрировать файл, что я делаю? Я разбиваю каналы на три. Я говорю сплит канал. Вот у меня три. Три канала. Вот они. И теперь я каждый канал, вот это вот, я закрою, чтобы не мешалось. Каналы мне еще будут нужны, не могу их пока закрывать. Слоев у меня нет, слои закрою, навигатор тоже закрою. Так. Теперь каждый канал мне нужно отрастрировать. Я говорю, имидж, моди, битмап. Ну, возьмем самый простой вариант, это полутоновый растр, так? Output 1200, ну мой принтер, скажем, дает 600. Half-Tone Screen. У меня три цвета. Три цвета надо делать, если делать полутоновый растр, надо делать через 30 градусов. Я, как правило, начинаю с 15. Ну, линиатура 55, ну, пускай будет 55. 55 крупная, давайте помельче сделаем. Давайте, например, там 70 сделаем, линиатуру 70, угол 15 градусов. Окей. Следующая картинка. Мы говорим, имидж, моди, битмап. 600 dpi, Half-Tone Screen. Не 15 градусов, следующий плюс 30, это будет 45. Окей. И здесь мы говорим, имидж, моди, битмап. Half-Tone Screen. 45 плюс еще 30, это будет 75 градусов. Окей. И все. И вот эти вот картинки мы сохраняем. Это готовые у нас каналы. Говорим. Сохранить. Это будет Cat1. Ну, или так, это какой у нас? Это у нас красный. CatRed. В TIF. Я каналы всегда, лично я в TIF сохраняю, хотя это не принципиально. LZV. Этот канал мы сохраняем файл save as cat yellow будет. Yellow TIF сохранить. И этот файл сохранить как? Cat black это будет. Вот. В принципе, все. Вот эти файлы печатаются на пленке и готово. Можно светить сетки. Но я обычно что делаю? Почему я немножко регулярно расстанирую? Потому что он немножко муарит. Вот здесь вот даже вот видно, что на экране 15 градусов чуть-чуть муарит. Что я делаю? Давайте соберем сейчас этот файл. Просто посмотрим, как он получится собранный. Как это делать? Переводим обратно в grayscale. Этот файл переводим обратно в grayscale. Этот файл переводим обратно в grayscale. Идем в каналы и собираем каналы в единую картинку. Говорим. Мерж канал. Три канала. Окей. Red, yellow и black. Окей. И у нас получился единый файл. Теперь мы каждому каналу присваиваем цвет свой. Говорим, что это spot color. Это у нас красный. Красный. Ну, red подпишем. Окей. Это у нас yellow. Yellow spot color. Yellow. Окей. И это у нас black. Окей. И включаем все каналы. И смотрим, как у нас вот опять муар вылезает. Вот. Но это муар на экране. На самом деле его, скорее всего, не будет. Вполне, в принципе, смотрится вот так вот этот код. Примерно вот так вот он будет выглядеть. Я обычно вот эти картинки, собранные, я сохраняю как под определенным названием. Чтобы, ну, мало ли потом захотелось посмотреть. Я сохраняю cat.assi. Asi. Это сборка. PSD, как бы, вот. Сборка, вот цветоделение. То есть, вот этот файл, это вы оставляете для себя. А вот эти файлы, которые идут, вот, black, red и yellow, вот эти три файла, они просто печатаются. Вы каждый файл отправляете на печать, на свой принтер или на фотовывод. Это уже ваш вопрос. И печатаете, и светите по ним. И потом делаете, печатаете трехцветную картинку. Печатаете, и светите по ним.